Был некто Валент, родом из Палестины, по духу гордый. Этот Валент долго жил с нами в пустыне, много изнурял плоть свою и по жизни был великим подвижником. Но потом, обольщенный духом самомнения и гордости, впал в крайнее высокомерие, так что сделался игралищем бесов. Надмившись пагубную страстью самомнения, он стал мечтать в самобольщении, что с ним беседуют ангелы и при всяком деле служат ему. Вот что рассказывали о нем люди, хорошо его знавшие. Однажды, в глубокий вечер, когда было уже темно, он плел корзины и уронил шило на пол. Долго он не находил его, как вдруг по наваждению бесовскому явился в келье зажженный светильник. С ним нашел он потерянное шило. Это дало новую пищу его надмению. В упоении гордости подвижник еще более возмечтал о себе, так что стал, наконец, презирать и самые тайны Христовы. Однажды какие-то странники принесли в церковь для братьев плоды. Блаженный Макарий, пресвитер наш, разослал их по кельям, по горсти каждому брату, в том числе и этому Валенту. Получив плоды, Валент обругал и избил принесшего и сказал ему, ступай, скажи Макарию, что я не хуже его, что он посылает мне благословение. Узнав из этого, что Валент находится в обольщении, Макарий через день пошел увещевать его и сказал ему, брат Валент, ты в обольщении, перестань, помолись Богу. Но Валент не внимал увещением отца Макария, а так как тот не послушал убеждения его, то он и ушел в сильной скорби о падении Валента. Дьявол же, уверившись, что Валент совершенно предался обману его, принимает на себя вид спасителя и ночью приходит к нему, окруженный сонмом демонов в образе ангелов с зажженными светильниками. И вот является огненный круг, и в середине его Валент видит как бы спасителя. Один из демонов в образе ангела подходит к нему и говорит, ты благоугодил Христу своими подвигами и свободой жизни, и он пришел видеть тебя. И так ничего другого не делая, только став вдали и увидев его, стоящего среди всего сонма, поди и поклонись ему, потом иди в свою келью. Валент вышел и увидел множество духов со светильниками на расстоянии около стадии, пал и поклонился Антихристу. Обольщенный до того простер свое безумие, что придя на другой день в церковь, сказал при всей братии, я не имею нужды в приобщении, сегодня я видел Христа. Тогда святые отцы связали его цепями и в течение года вылечили, истребив гордость его молитвами, разнообразным унижением и суровостью жизни. Как говорится, врачуя противное противным. Источник Игумен Марк Лозинский Отечник проповедника